Добрый вечер! Становились друзьями, потому что взаимоотношения учителя и ученика не кончались за беременностью бакарского класса. Они продолжались, и это была какая-то живая нить, которая не прорывала. А что касается друзей, то очень часто друзья, коллеги обращались к Павру Валерьяновичу за советом, за помощью, не стесняясь быть в роли учеников. И это совершенно справедливо, потому что мы делаем таким образом ненавязчиво дать какой-то совет, дать именно тот импульс, который необходим данному человеку здесь и сейчас, чтобы сделать то, что у человека сам не будет друг, сам не нашел. Вот эта вот особенность очень легко подвести человека к тому, что есть в нем само, это особенность преподавания Павла Валерьяновича. Мы все испытывали ощущение колоссальной свободы в классе, потому что очень часто у мунина не говорила нам про педаль, а педаль. Он как бы ждал того, что у нас что-то проявилось. И когда оно проявлялось, он радостно это похватывал и помогал нам это раскрыть. Ну, если не проявлялось, это, конечно, приходило в таком направлении, которое нам не хватало. В противоположном звучало такая фраза, такое словосочетание, говорит, старинная культура. Это очень красиво, очень так, ностальгически, сразу, как бы хочется продолжать, и статистическая, конечно, культура была, как бы ее нежно, она была старинная. Какая-то время прерывается. Действительно, действительно, правда, что Павловый Мирянович был человеком старинным, потому что свежимый реальный он происходил из старинных фразов. И французская религия, например, фамилия Кадуара, Кадуара Мингу, упоминается во французской пленпись, начиная с XII века. Это семейство в определенный период политических первых ватс, а именно во время французской революции, оттуда сбежало от России. И осела, и стала одной из культурнейших благородных фамилий, которые шли в русской культуру. И это не просто понятие, как говорят, обрусевшей, это витыхлившаяся культура, создававшая ее, независимо от того французского революции или революции. Точно так же и немецкая века, немецкая составляющая Павловой Ревьяновича, это швед, связанный с фамилиями Мейстеров и Гарбера, не менее известных и не менее уважаемых благородных фамилий. Вот эти две составляющие, собственно, и позволяют говорить какой-то старинный фамилий, потому что это будет действительно глубина веков и, по сути дела, близко к людей. Мне бы хотелось унести чуть-чуть вот от этой линейности, от связи веков и добавить другое слово, которое, скорее, имеет как-то вертикальное значение, связанное не с времени, а вот именно с отсутствием времени. Я бы сказал, что Бабул Леонидович был человеком истинной культуры. То есть той культуры, которая есть всегда, такие люди были всегда, и они всегда были. Цепь не прервется, просто их очень мало. Их очень мало, и, ну, что называется, нужно на них отвести в жизнь. Случайно, или тоже с умыслом, как урожен. Так вот, эта истинная культура, которая проявляется во всем, начиная от того, как человек выглядит, доведет себя и продолжаясь в том, что он в этой жизни вообще делает, и раскрываясь там, где действительно он выходит на грани нашего творчества. Вот там эта вот истинная культура действительно расцветает и показывает себя. Но она, я повторяю, что она очень ненавязчивая. Вот эта истинная культура смыкается для меня с понятием духовности. И эта духовность не в религиозном и церковном значении. Эта духовность в том значении, в котором вот однажды описал этот великий психолог Станислав Кроф, он назвал духовность определенным измерением человеческой психики, человеческой души. Это как бы когда мы пытаясь что-то делать, пытаясь делать что-то большое, как нам кажется, мы стучимся в какие-то двери, и вдруг нам позволят туда войти, и мы ощущаем потрясающую легкость. Легкость, бытия и, собственно, простоту того, что происходит. Простоту того, к чему мы истребились. Говоря о нашей профессии, вот это сегодня представляет профессию пианиста, на что уходит колоссальное количество наших сил, на преодоление сопротивления межрегантов. Вот мы учимся владеть своим телом, мы преодолеваем так бы его физическую, составляющую, и потом мы начинаем преодолевать материально-природу инструментов. И, наконец, когда нам удается совершить какие-то прорывы, вот это вот ощущение бестелесности происходящего, вот оно то самое, к чему мы все как-то должны стремиться. У Павла Владимировича это было как будто всегда, не требуем никакого предварительного действия для подготовки. Это как будто перегрег, всегда открыт, в который не нужно стучаться и спрашивать разрешение, может, где-то это дает. Просто наигранная какая-то мелодия становилась сразу. Она не становилась, она изначально была полна музыкального содержания. И она изначально была как будто без преодоления материалных преград, как будто без сопротивления материалных. Сегодня очень длинный концерт. Я очень рад вам, собственно, представить, что вы не меня, но я очень рад, что целый ряд замечательных музыкантов сейчас будут выходить, будут задуманы на сцену. Поэтому моя речь близится к концу. Еще несколько слов, просто о том, просто о человечестве. О том, что все, кто знал Павла Владимировича, это просто знали. Что это был человек удивительной скромности и никогда не старающийся быть заметным или утвердить свое мнение. Тем не менее, он был человеком спокойной честности. Абсолютно спокойной честности. Без доказательства. Как-то все в нем было естественно и спокойно. Как будто за его плечами, но мало того, что строяло много коллеги культурных людей, и в частности музыкантов, как будто за его плечами действительно были какие-то большие силы, на которые он опирался. И ему было просто такое любвище, которое надо чрезвычайно трудно иногда из себя выделило. Вот эта вот скромность человеческая, я просто прочнусь, как творение, из-за того, что это конец, чтобы не растекаться, но если не потребует. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает пысь. Не надо заводить архива, над рукопись не крестись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успеха. Позорно ничего не значат, быть причиной устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь в себе любовь в пространство и слушать будущего слова. И надо оставлять пробелы в судьбе, среди бумаг, места и планы жизни целой, отчеркивая на полях. И откунать с собой известность и прятать к ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать местность. Другие, по живому слева, пройдут только путь за пять и пять, но поражение победы ты сам не должен быть. Ты должен не идти к дороге, не отступаться к этим сам, но быть живым, живым и только. Живым и только. До конца. Я очень прошу всех, кто еще не выключил на битр, к тебе, заняться этим. Сейчас начинаем наш концепт и так далее. И так далее.